всем привет и это видео урок для марафона для моего аккаунта на инстаграм эльвира алексахайер подписывайтесь на него и мы начинаем для начала расчесали волосы и отделили через наивысшую точку головы пробором от уха до уха и прямым пробором центральным и фиксирует резиночку резиночку можно взять махровую можно взять резиночку силиконовую какая вам больше нравится махровая не очень толстая что было резиночка такая фиксирую хвостик хвостик фиксирую на краю пробора чтобы он не стоял дыбом а чтобы он лежал и 2 хвостик дело точно такой же с противоположной стороны также фиксирую его резиночкой предварительно волосы можно обработать бриллиантовым блеском или увлажняющим лосьоном от estelle каждый хвостик делю примерно две части но одна часть может быть по уже одна пошире не важно так чтобы вот эти две отделенные пряди в каждом хвостике были одинаковые пряди можно одинаковые между собой лет можно разные по толщине это не столь важно закрепила заколка свободную прядь из из одного из хвостиков из одной пряди заплетаю трех прядную косу прядь делю на 3 части крайне прядь на прядь крайне прядь на прядь любую другую косу можно заплести это неважно проплетаю ориентируюсь на центр нужно чтобы моя косичка доходила до центра конечно я заплетаю с запасом небольшим на центр доходит из какого-то запаса я проплетаю еще дополнительные и то же самое точно такую же косичку я заплетаю уже с противоположной стороны фиксирую заколкой или какой-то временной резинкой чем вам удобнее будет из противоположной стороны заплетаю точно такую же косичку вот они у меня две вместе сейчас я буду их соединять в одну одну трех пряди косу убираю заколки определяем место где она должна находиться моя косичка она соединяться они должны по центру по центральным пробору ориентируемся и кладем одну косичку на другую косичку и вернее центральные крайние пряди который ближе к центру я собираю вместе две пряди с одной стороны где пряди с другой стороны они объединяются и начинаю плести трехпрядную косу по центру ориентируюсь держу руки по центру обязательно и проплетаю трехпрядную косу тоже с запасом мне нужно чтобы она доходила до нижней краевой какой-то запас я там снова фиксирую либо заколка либо временной резинкой опять же чем мне удобнее детских волос может соскальзывать могут соскаливать заколки поэтому можно использовать небольшие резинки которые потом легко снять с из оставшихся волос в этом хвостике заплетаю еще одну косичку также трехпрядную также можно заплести любую другую косичку можете плести косички с лентами это не столь важно как ту косу какой вы умеете плести можно заплетать проплетаю фиксирует уже заколкой или временной резинкой чем мне удобнее подготовили косички теперь я соберу все вместе и откидываю наверх пока они мне нужны остальные волосы буду собирать хвост если прям очень хорошо уверен уже все делаете можно сразу собрать одной резинкой хвост и косички все вместе ну да начинающим будет удобно сначала делать хвост какой-нибудь тонкой резинкой желательно можно использовать силиконовую и теперь косички я выкладываю на хвост друг на дружку аккуратно сверху кладут центральную косичку расправляю таким образом что у меня получился вот такой красивый узор фиксирую резиночкой косички поправляю расправляю и свободные волосы можно либо оставить хвостом зовите заплести в любую косу какая вам нравится не знаю сделать какой-нибудь пучок косу немного вытягиваю фиксирую снизу слегка тоже резиночкой какой-то можно украсить бандами лентами красивыми заколками неважно чем вам больше нравится выполнять условия марафон не забывайте отмечать меня ставить хэштег марафона а если вы сможете это видео урок когда марафон уже закончился просто получаете удовольствие и заплетаете красивые косы своим дочкам своим клиенткам с вами была школа плетения кос александра и эльвира и всем удачи до новых встреч на новых видео уроках и конечно же на моих страницах и группах социальных сетях все ссылки под этим видео на канале youtube